Одна моя знакомая несколько лет не могла поговорить с мужем. Каждый раз, когда поднимался какой-то бытовой вопрос, нужно было обсудить вопрос денег или воспитания детей или что-то еще. У нее подкатывал комок в горлу, стояли слезы в глазах, она не могла вымолвить ни слова. А всему причиной являлись старые, неоговоренные, нерешенные претензии. Меня зовут Оксана Клочко-Макаренко и я хочу сегодня поговорить с вами об обидах. Взрослый человек, который обижается, очень похож мимически на ребенка. Если посмотреть на это со стороны, то видно, что сжаты губы, приподнят подбородок, сдернут нос, горделивая поза. И в то же время такое цепенение, молчание, то есть напряжение какое-то на лице читается. Маленькому ребенку очень сложно понять, что существуют другие люди с их желаниями, их претензиями, их правом на жизнь. Он видит и чувствует только то, что происходит у него внутри. Воспринимает мир через призму своего видения. Он не понимает, почему мама, допустим, его оставила сейчас и ушла. Что ей нужно, например, в душ или сходить в магазин. Почему мама сейчас не купила ему игрушку. Маленький ребенок связывает «хочу» и реакцию окружающего мира на это «хочу». То есть воспринимает все как основную и главную потребность. И требует, чтобы окружающие удовлетворяли эту его потребность. Если потребность не удовлетворяется, это воспринимается как проявление нелюбви. А нелюбовь сродни смерти. То есть нужно зажаться, закрыться, превратиться в камушек и переждать этот момент. Реакции взрослого человека очень схожи с реакциями ребенка. Каждый раз, когда мы не получаем удовлетворения своей потребности от окружающих, от мужа, от родственников, от начальника, нам кажется, что нас не любят и нас не ценят. К сожалению, очень часто ощущение собственной значимости мы формируем только исходя из того мнения, которое высказывает нам окружающее. То есть у нас нет, не заложено вот это вот ощущение собственной самоценности. Поэтому, когда мир не дает нам то, что мы хотим, то есть не происходит это сейчас и мгновенно, мы чувствуем себя несчастными. Мы чувствуем себя обделенными, мы чувствуем себя нелюбимыми. То есть, как вывод, одной из причин возникновения обид является низкая самооценка. Люди с адекватной самооценкой, как правило, не обижаются, потому что они умеют выставлять адекватные требования к окружающему миру. И мы чувствуем себя обиженными только тогда, когда нам кажется, что мы несправедливо были лишены чего-то, какого-то блага. Если же нас справедливо лишили чего-то, то мы не обижаемся, мы расстраиваемся и делаем из этого выводы. Есть определенная категория людей, которые носят в себе обиду годами, переживают её много лет и не могут с ней справиться, а иногда даже и не хотят. То есть вот это вот как бы тягостное, разрушающее изнутри чувство, казалось бы, от которого нужно избавиться, но человек его в себе культивирует, всячески подогревает. Мало того, он вокруг этого чувства собственного строит всю свою жизнь. То есть он этим оправдывает свою собственную беспомощность, он обвиняет в своих несчастьях кого угодно. То есть это и мужи, и родители, и правительство. Можно найти ещё 10 тысяч причин, которые объяснят, почему он живёт вот именно так, и именно так плохо. Мы как бы таким образом снимаем себя ответственность за свою собственную жизнь. Это своего рода проявление слабости такой. То есть человек, который ищет постоянно причину своей неудавшейся жизни вовне, он лишает себя возможности исправить эту жизнь. То есть он заранее признаёт, что я вот такой вот слабый и беспомощный, я ни на что не могу повлиять в этой жизни, поэтому я живу вот так, как и живу. Плыву по течению, на мою жизнь влияет кто угодно, а я обижен. И другие люди, они почему-то не делают меня счастливыми. То есть это перекладывание ответственности за свою собственную жизнь на других людей. Обидчивый человек, проявляя свою обиду, ждёт, что мир окружающий начнёт соответствовать его ожиданиям. На самом деле всё получается совсем не так. У каждого из нас есть своя жизнь, и понятное дело, что никто не предназначен для того, чтобы сделать кого-то другого счастливым. Соответственно, люди, которые живут, вынуждены жить рядом с обижающимся человеком, просто в какой-то момент начинают его сторониться. То есть постоянная привычка обижаться, она портит отношения с близкими, разрушает семьи, портит отношения на работе. И как итог, такой человек, к сожалению, остаётся один. Давайте же последовательно разберём, как у нас проходит этот процесс обиды внутри. Первое, что мы делаем, мы выстраиваем какие-то ожидания, для себя формируем какие-то ожидания от окружающего мира. Вот нам кажется, что мир должен быть таким, чёрно-белым или красно-серым, и вот только таким. То есть какую-то концепцию у себя в голове формируем. Далее мы сравниваем то, что мы получаем. То есть обида — это дисбаланс того, что мы ожидаем, и того, что мы получаем от окружающего мира. Ну, например, нам кажется, что вот наш любимый муж или жена должны себя вести определённым образом, а они почему-то так себя не ведут. И мы сравниваем, как наша концепция внутри, в нашей голове, соответствует их поведению. Далее мы у себя же в голове принимаем решение, а стоит ли на это обижаться. Ну, например, девушка ждала, что молодой человек подарит ей новый телефон на день рождения, а он подарил плюшевого мишку. И она думает, стоит ли на это обижаться, воспринимать ли это как оскорбление в свой адрес. Ну и далее, в зависимости от принятого решения, если мы решили таки обидеться, мы предпринимаем какие-то действия. То есть либо мы закрываемся, либо мы высказываем какие-то обидные слова. Изначально является неправильной установкой, что окружающий мир должен соответствовать нашим ожиданиям, и что он должен удовлетворять наши потребности. К сожалению, реальность является таковой, что никто никому в этом мире ничего не должен. Есть люди, которые нас окружают, которые живут своей жизнью, у которых есть свои интересы, свои задачи в этой жизни, и они никак не связаны с нами. А есть мир, который существует вообще отдельно от нас, и мы в него включены достаточно посредственно. Есть события, которые происходят независимо от нас, и это фон для нашей жизни. То есть есть наша жизнь, в которой мы проживаем, а есть фон, который прямо или косвенно как-то влияет на это. Но мы на это повлиять, к сожалению, никак не можем. И здесь нужно понимать уровень ответственности. За что я несу ответственность, на что я могу повлиять, и что я могу изменить, а что нет. Свою жизнь мы изменить можем. И по большому счету только от наших действий или бездействий зависит, как эта жизнь выстроится. Также нужно понимать, что другие люди, они тоже живут своей жизнью, у них есть свои какие-то мысли, какое-то своё предназначение, какие-то свои цели. И редко, когда этой целью является нанесение нам какого-то ущерба. То есть задача стоит как-то нас задеть или обидеть. Чаще какие-то ситуации возникают по недомыслию, по недосмотру, по случайности. Вот так вот сложились обстоятельства. И для того, чтобы вычленить и выявить все эти причины, нужно в первую очередь, конечно же, поговорить с человеком. То есть попытаться снять у себя эту эмоцию, вот это вот чувство оскорбления, уязвлённого самолюбия, и вывести на ровный рациональный разговор. Взрослые сознательные люди тоже иногда обижаются. Но обижаются не потому что, а для того чтобы. Чаще это происходит в педагогических целях. Мы таким образом как бы отстаиваем свои границы и показываем другим людям, что так с нами поступать нельзя, что в отношении нас подобные действия недопустимы. И тут нужно говорить про последовательность. Конечно же, мы не можем заставить всех окружающих вести с нами так, как нам хотелось бы. Но тогда мы можем взять ответственность на себя. И если этот человек ведёт с нами так, как нам не хочется, то мы можем просто перестать общаться с этим человеком. Нужно принять тот факт, что всё в вашей жизни вы выбираете сами. Ребёнок является заложником своих родителей и тех отношений, которые выстраиваются в его семье. Но это, пожалуй, единственное в нашей жизни, на что мы повлиять, к сожалению, не можем. Или можем, но через время. Маленький ребёнок не может повлиять на это. Мужа, друзей, окружение, коллег. Это всё выбираем мы сами. И если вас что-то не устраивает, вы можете это изменить. Нужно принять, что только вы являетесь автором вашей обиды. И все эти претензии и ожидания, они находятся в вашей голове. И только вы сможете что-то изменить в вашей жизни, в вашем мироощущении. Если мои советы, к сожалению, не помогли вам, возможно, у вас внутри живёт какая-то старая, глубоко укоренившаяся обида, и вам тяжело разобраться с ней и убрать её. И тогда, возможно, вам всё-таки стоит обратиться за помощью к специалисту, к психологу, к психотерапевту. Есть другие методы, более глубокие, более профессиональные, которые помогают справиться с этой проблемой. Живите позитивно. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал.